Присоединяется Наталья Гуменюк, начальник Объединённого Координационного Пресс-Центра Сил Обороны Юга Украины. Приветствую вас. Здравствуйте, Наталья. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Наталья, вы накануне, и мы, общаясь с нашими гостями, говоря о рисках, массированных очередных атаках со стороны Российской Федерации, мы вспоминали и использовали ваши комментарии, где вы говорили, что комбинированная будет атака, да, комбинированные процессы. Мы объясняли, что это, и вы детально об этом говорили, о том, что вот эти вот такие тревоги недолгие, которые были на протяжении нескольких недель, когда то взлетали самолёты, то о кинжалах говорили, ещё что-то, и вот эта комбинированная атака, это сегодня было всё-таки вот то, о чём вы говорили накануне? Это произошло, вот эта комбинированная атака? Это длилось несколько дней, в принципе, потому что те ракетные атаки, которые прогнозировались, они планировались врагом достаточно тщательно, об этом свидетельствуют и вылеты самолётов-разведчиков накануне, которые по несколько часов держали нас в напряжении в условиях воздушной тревоги, когда поднимались носители ракет типа «Кинжал», и вместе с ними самолёты-разведчики, которые изучали расположение противовоздушной обороны, и, конечно же, в первую очередь ориентировались именно на эти объекты, а уже повторно второй и третьей волной на объекты критической инфраструктуры. То, что враг пытался атаковать именно эти объекты, в принципе, и засвидетельствовано по направлению движения ракет на нашей зоне ответственности. Могу сказать, что ракетная атака была очень сильной, очень мощной, это было использование и воздушных ракет, ракет типа воздушного базирования с самолётов авиации врага тактической и стратегической, и с использованием ракет надводного-подводного базирования в Чёрном море. 24 ракеты в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны за время массированной атаки было уничтожено, но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры в Одесской области и есть повреждения обломками ракеты, сбитые вражеские ракеты, частных угодий, частных строений, но не пострадали люди. Это самое главное. Наталья, ещё хотелось бы узнать, какова сейчас ситуация в акватории Чёрного моря на данный момент? И кроме Одесской области зафиксировано ли ещё попадание по каким-то другим областям? На юге попадание в другие объекты не зафиксировано, все ракеты были уничтожены. По состоянию на утро сегодняшнее, на начало этой самой массированной ракетной атаки, нами было замечено в море зафиксировано три ракеты-носителя, они постепенно появлялись, сначала два надводных, потом добавился подводный. С суммарным залпом 20 ракет типа «Калибр». Все эти 20 ракет нами были зафиксированы в пуске, то есть в работе, и они были уничтожены. Поэтому на данный момент в море продолжают находиться три ракеты-носителя, но, судя по всему, они уже не несут на борту ракет. Скорее всего, они сейчас будут двигаться в направлении пункта базирования. И, Наталья, да, благодарю, что сказали об этом. И сейчас, чтобы развеять определенные все-таки месседжи, которые очень часто у нас, телеграм-каналы, да, вот такое впечатление, что работает, кто быстрее что напишет, кто быстрее как спрогнозирует ситуацию, хотя действительно нужно сохранять трезвый ум, особенно когда действительно происходят такие массированные ракетные атаки. Такие была вот информация, я хочу, чтобы мы ее сейчас развеяли, что сегодня, возможно, еще несколько вот волн будет определенных, 2-3 и так далее. Из того, что вы видите, реально вы сейчас уже озвучили о тех кораблях, которые возвращаются в места дислокации. Что еще можем сказать? Есть ли сегодня все-таки вероятность продолжения той массированной ракетной атаки, которая началась в 6 утра? Расслабляться рано. Вполне возможно возврат на базы переснаряжения и продолжение того самого техногенного террора, которым брак промышляет уже долгий период времени, поскольку до праздника есть еще время, а их тяготение к тому, чтобы испортить его, нам непреодолимо ими самими. Поэтому абсолютно вероятна такая атака в повторе. Но паниковать не стоит. Нужно понимать, что именно наша выдержка и готовность к тому, что атака возможна, умение правильно среагировать, вовремя перейти в укрытие и переждать этот момент, нас и выручит. Скажите тогда, Наталья, а есть ли у Силы обороны Юга возможность для поражения ракетоносителей при каких условиях? Конечно, есть. Есть необходимость их выхода из того района, где они сейчас укрываются, поскольку они находятся сейчас под защитой своих систем противовоздушной обороны, которые развернуты у них по временно оккупированному Крыму. Это, в принципе, единственный такой район, в котором они остаются неуязвимыми для наших попаданий. Но будем надеяться на то, что мы сможем рассчитать правильно то, что находится в состоянии расчетов, и сможем их применить. Огромное вам благодарность, Наталья. Я понимаю, что сегодня я повторяюсь, но я нашим всем гостям говорю, сегодня работы, ее у нас и так много, у вас в особенности, сегодня еще работы много, и я благодарю вас, что вы всегда говорите, что очень многие сидят и якобы ждут. На самом деле, тут от противника можно ожидать чего угодно, и не важны даты, потому что разные даты назывались, когда это может произойти, а произошло это именно сегодня, 29 числа. Вот так вот началось утро по всей Украине. Вам, Наталья, огромное благодарность за участие в нашем эфире. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, была с нами на связи.